Найя Марифа, я уверен тысячу процентов, что он сам понимает, что шансов на победу у него нет. Пытается все равно убежать от этого. Хотел такое маленькое заявление сделать. Если Суленов за один вечер перст, что это чемпиона даст мне, что будем делать? Уронить. Это так, Ома? Души будем гонять. Сейчас идут разговоры про бой с Марифом Пераевым, но я, если честно, в него не верю. Потому что, зная Марифа, я уверен тысячу процентов, что он сам понимает, что шансов на победу у него нет. Поэтому, как бы, то, что он даже говорит, что он хочет подраться, я думаю, что это все так, просто выбросы, короче, в сеть. Я в этот бой, если честно, не верю. Мы с ним вроде бы оба согласны. Я, как бы, вообще сказал, что я готов провести, в целом, один поединок, и объективно было бы подраться против него. Как бы, я свою позицию выразил. Я, в целом, готов. И он сказал, что он тоже готов. Но как до меня доходят, короче, определенные слухи, что Мариф-то и не сильно-то, то есть, ну, он просто, короче, воду мутит на самом деле. Вот насколько я это вижу со стороны. Мы же тоже, как действующие лица, у нас там много действительно общих знакомых, как это все каша варится. И с его стороны только есть то, что он сейчас избегает уже этого момента. Хотя нам сделали хорошие предложения, что ему, что мне. Я понимаю, о чем я говорю. И он сейчас, короче, вот от этого пытается все равно убежать от этого. Ну вот, если мы берем твои четыре боя в топ-доге и бой по боксу с Касымбаем, можешь ли ты назвать сейчас Хайбулу самым таким опасным, что ли, подготовленным из всех соперников? Да, конечно. Я думаю, он в пятерке лучших мира вообще на кулачных боях. Если брать вообще одну весовую, то, я думаю, даже в тройке, семи из семи, он лучший в мире. Поэтому, да, он очень сильный, очень умный, очень тактичный. Все грамотно сделал. Нашел ключ и подобрал его ко мне. А если вот говорить физически, после боя, ты сразу отправился в больницу на обследование или что с тобой делали? Да, как его? Я собирался это сделать, но потом, ну, я, в принципе, чувствовал себя уже хорошо, да, там, прошло через полчаса, я чувствовал себя, да, уже отлично, можно сказать. Просто, не, не поехал я ни на какую проверку, да, там, ничего, потому что приехала скорая, сказали, мы можем с собой взять трех человек, и из пяти человек я, наверное, был самый-самый-самый здоровый вообще из всех, самый такой живой. То есть ты чисто по этому методам исключения не поехал? Ну, да, да, поехал домой отдыхать в семье, восстанавливаться. А ты потом не проверял, ну, не делал, типа, там, МРТ или что-то такое, потому что, ну, было все... Не, не, не делал, пока нет, пока не делал. Ну, не, наверное, не посчитал нужным, не чувствовал, не чувствовал, что оно, это нужно. Я вот помню, ну, после боя ты сказал, что спускаешься в 70 килограммов, но я помню, что ты эту идею вообще озвучивал еще в августе 2020-го, а почему в итоге затянулся так переход? Ну, я стал претендентом на перстень первым, потом ушел в стоп-дога, и мне предложил бой хардкор в 77 килограммах, они искали соперника Хребулера за титул, и я согласился на этот бой. А, ну, чисто для дебюта, короче, но с условием, что ты дальше будешь в 70 выступать. Да, да, да. Может, еще бой хоть проведу такой хайповый, может, еще надо вернуться как-то с кем-то громким, надо будет кого-то громко выиграть, думаю, может быть, пока даже, может быть, еще один бой я проведу 77 килограмм. В конце сентября вы с Валерой Заботиным делали фейс-ту-фейс, а уже в ноябре пошли слухи о твоем возможном подписании в хардкор. Вот расскажи, что произошло между тобой и топ-догом в этот промежуток времени? Ну, вообще, я заболел, и не смог бы я драться 17-го числа, потому что у меня было 5 дней на подготовку, да, и я попросил организацию перенести труни хотя бы на несколько дней, чтобы я мог остановиться, мог хотя бы немножко подготовиться. Ну, организация сказала мне, что нет, что все оплачено, что мы тебе не сможем дать, типа, если хочешь сливаться, то, типа, сливайся, типа, ну, и бой у тебя не будет. Ну, я вообще посчитал, что год простой, это уже слишком много, больше года я уже не могу на себя взять, да, простой, и связался с хардкором и сделал переход. То есть, короче, все решили вот эти три дня, которые топ-дог не согласился? Не три дня, их решили 10 дней. То есть, ты хотел просто перенести бой на 10 дней вперед, да, условно? Да. А после этого, вот мы помним, например, там, Тимур Золотой, перед тем, как принять решение перейти, он встречался с рэгбистом, говорил с ним об этом, а состоялся ли у тебя какой-то разговор с Даней? Да. Мы друг друга поняли, разошлись все спокойно, они меня поняли самое главное, и все. А то есть, вы как бы без конфликта какого-либо, да, разошлись? Да, что нам конфликтовать? Ну, что нам конфликтовать? Это, в первую очередь, для них и для нас, это все бизнес. Что нам конфликтовать? Как выглядел ваш разговор? То есть, просто, что, мол, вот я хочу уйти, потому что не хочу простаивать, да, и тебе скажешь... Нет, это было уже после моего ухода, когда я уже ушел. Я встретился с организацией, объяснил им ситуацию, мы друг друга поняли, я сказал, что я уже все сделал. Все? Контрактных каких-то моментов у тебя не было, да, которые... Нет, нет. Вот, знаешь, у многих бойцов топ-дога случается так, что они, как бы, идейно прикипают к лиге, и уйти уже становится сложно. Для тебя это было тяжелое решение? Ну, знаешь, на самом деле, своего рода, да. Мне помогли люди, да, которые объяснили мне вообще, что я здесь делаю, что мне нужно зарабатывать бабки, двигаться вперед, что мне нечего, нечего, ну, что если бы я проигрывал, что меня так бы слили бы, как и всех остальных, какая идея, о чем речь. Потому что я видел, как пацаны проигрывают, и их спокойно просто сливают, дают бои, и я понимаю, что так бы было бы и со мной, но слава богу, что у меня все получалось, и со мной такого не случилось, и я сам мог за себя решать и делать свой выбор уже. И у нас есть с вами дальнейшее развитие событий такого обращения. Анатолий Сульянов отреагировал и спросил просто, когда готов? Шавхал же дал ответ, что в февраль дай мне за один вечер разнести перса и климот. Ты будешь удивлен. Во-первых, конечно, я крайне сомневаюсь, что он пройдет два поединка за один вечер, учитывая и уровень оппонентов, и с тем же Хайбати можно провиться все раунды в достаточно изнуряющем бою. Я не говорю даже, что там фаворит, то победит просто вот, да, по факту выносливости Мухаммеда Хайбати, а потом еще и с Климовым, там, в том же партере. Конечно, это маловероятно, а вот то, что такие поединки состоятся, вот я не то, что верю, я почему-то более чем уверен. Вопрос снова, там еще более все запутанно становится, с кем будет раньше поединок, потому что у Климового чемпионский бой с Фазлидином как бы есть. У Хайбати там вообще список, и сейчас чуть позже его обсудим. Ну и у Шавхала Черчаева предложений тоже сейчас очень-очень немало. Надо просто, знаете, составить пазл, кто же с кем и в какой последовательности графика будет биться в ближайшее время. А тут, пожалуйста, напишите. Кстати, тоже вариант очень интересный, почему-то я вчера вообще даже на разбор такой теоретический бой не вынес, как Мухаммед Хайбати против Шавхала Черчаева. Ведь реально достаточно интересно, что Хайбати хороший ударник, что Шавхал...